Слава Украине! Привет всем от Болонского. Тут по слухам из телеграм-каналов, ну пока говорю по слухам, то есть так, Алексей Аристоевич запросил политического убежища в Соединенных Штатах Америки. В Соединенных Штатах, да? Ну, тут становится и понятна вся его, вся его такая оппозиционная риторика. Все абсолютно ясно. То есть он смывался с Украины, судя по всему, с липовыми документами, с левыми документами, то есть уже начудил, и целью, то есть он не искал правду, ничего не искал, с целью получить политическое убежище в Соединенных Штатах Америки. Вот единственная его цель была. Поэтому для того, чтобы американцы его воспринимали как чуть ли не лидера оппозиции, ему пришлось нести вот эту всю лабуду латыниной, которую он, и ахинейщину, которую он нес, да? И, собственно говоря, сейчас он может совершенно спокойно выйти с этой лабудой на американские органы внутренних дел и сказать, вот посмотрите, я оппозиционер, меня преследуют и т.д. и т.п. Хочу политическое убежище. И я вам скажу с большой долей вероятности, что ему могут его и дать. Он оппозиционер же, как Никин, да? Но оппозиционер абсолютно липовый, потому что если он был действительно оппозиционером, давайте вспомним, как он был хож к президенту, как он туда ходил утром, днем, вечером, да? И тогда от него оппозиционностью и не пахло от слова вообще. Оппозиционером он стал позже, когда он захотел переехать в Соединенные Штаты Америки. Тогда он, судя по всему, поделал вот эти документы, по которым смылся. Потому что, ну, как оказалось, что никто ему этих документов не выдавал. Ну, по крайней мере, так говорят. То есть с большой долей уверенности можно сказать, что он их сделал. Вот. А теперь, видите, вот он резко стал резким таким оппозиционным лидером. Правда, лидером, чего я не очень понял, какая там за ним политсила стоит. Но вот просто пацан решил дернуть и зарабатывать деньги, как зарабатывает швец. То есть на ютубе, на просмотрах в ютубе, да, хорошие, да, хорошие деньги. Судя по всему, при его аудитории довольно большой, да, при количестве просмотров, которые у него есть, свои денежки он будет зарабатывать довольно нехилые и проживать себе в Америку и рассказывать о том, какой он крупный, оппозиционный, никем не понятый лидер в Украине. Продолжение следует...